Пацану нужна помощь, иначе вырастет гангстер. Привет, друг, с тобой Эван. Продолжаем играть на сервере смотр Рэйдж, всё как всегда. И что может быть красивее вот такого тёплого, яркого, мягкого, солнечного, закатого Лэйд? Правильно, только тёплая, красивая импала, которая стоит позади меня. И сегодня вместе с вами мы её купим, ну как бы уже купил, да, затюнем, наверное, поставим какой-то номер. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Ну а перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня есть свой личный промокод Эван. Вводи его перерегистрацией большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Ну что, буквально 2 или 3 дня я искал эту тачку. Это весьма очень редкая тачка на этом сервере. Это Chevrolet Impala, тем более ещё седан, не купешная, 4-х местная. 1967 года выпуска, спасибо о уведомлении, да. В таком вот кофейном, кремовом цвете, не знаю как его объяснить. Ну достаточно очень красивая на белом салоне, ну прям реально топовая. Весьма редкая, почему? Потому что их на сервере, ну я могу сказать, ну штук 5-10. Даже 10 мне кажется нету, именно штук 5, не больше. Это очень жёсткий неликвид. Вообще последнее объявление, связанное с Impala, было в декабре. Перед этим ещё в октябре. Ну короче, очень редкая тачка. Почему люди их не покупают? Потому что, ну весьма это тачка для коллекционеров, для ценителей, можно так сказать. Простой игрок её не купит, потому что она стоит дохера и не едет нихера. Любимая стата. Давайте пересядем в неё и по пути в тюнинг. Просто звука. Ещё лучше, чем гелика. И теперь просто звучок мотора, мотора. Можно саундчек такой чисто. Да, ещё она так покачивается, прикольно вообще, со стороны в сторону. Не, ну эта тачка реально для таких-то, не знаю, сходок, в гетто поездить. Вообще имбовая. Короче, рассказываю дальше. Эта тачка, почему её не покупает? Стоит как бы новая 9,5 миллионов рублей. 9,5, да? Ну вы думаете, ну по идее такая тачка стоит как Ешка, как F90 до Ристовы. Она должна ехать как бы хорошо. Но нет, это же американская классика и авто для ценителей. Вот, поэтому она едет всего лишь 245, даже не 250, а 245. Это капец. Но по сравнению с Мустангом за 5 или 6 лямов, которые 220, это прям ещё едет. Получается новая 9,5. Продажа в ГОС 7,125. То есть в утиле 7 лямов. И ФТ на неё стоит 2 миллиона 100 тысяч. То есть, если покупать её с автосалона и делать на неё полностью ФТ, ну именно внутрянку, я про внешку ещё не считаю, то это тебе выйдет 11 миллионов и 600 тысяч. Ну там ещё с мелочью. Это капец. Объём банка 79 литров, мест багажника 6, ну и 4-х местная эта тачка. За сколько я её взял? В принципе, можете вот сейчас посмотреть эту вставочку. Еле-еле я нашёл продавца, который бы смог её продать. Можно сказать, даже говорил. Поэтому вот. Ну что, пацаны? Вот так я тихо-тихо крадусь по незаметным херовым текстурам. Я просто иду на ощупь, знаете? Просто на ощупь. Короче, пацаны, покупаю импалу 67-го года за 8, мать его, миллионов рублей. Это пиздец. Пока. 215 тысяч комиссия и 8 миллионов стоит импала. Кстати, давайте посмотрим, сколько здесь владельцев. Вот 3 владельца. В принципе, всё сходится, потому что я нашёл объявление первого владельца этой тачки, который купил новую. Потом он продал второму владельцу, и я уже второго выкупил. Поэтому я третий. Неплохо. Это лучше, чем в 90 мне предлагали. Там 40 с чем-то владельцев. Ну его в жопу. Что я хотел сказать. Меня заскамили. Я купил тачку. Давайте я сейчас доеду до чиповочки. Не, ну она так-то вроде управляется, ускоряется неплохо. Вроде мягкая такая. Но мне кажется, её немножечко нужно поднять, потому что она бьётся вот так. Это не очень. Я знаю, что чиповочка, бэ. И выходит стейдж 3. Стейдж 3. Гоночная 8-поршневая. Но турбины нет. Нету турбины. Меня, получается, заскамили на турбину. Но кто-то говорил, что тачка без турбины едет быстрее. Типа такое. Но мне кажется, это бред. Поэтому придётся ещё сейчас поставить турбину. А это ещё 300 тысяч. Короче, такой виндитель, подъезжаешь на светофор. Да, там какая-то стоит, не знаю, F90. Ты такой газуешь, газуешь, тапку в пол. И просто отпускаешь ручник. И она просто встает на дыбы. Вот это вот так ваши F90 Ешки могут? Они могут. Импала может. Жалко, кстати, что есть импала, есть мустанг. Но нету чарджера, как бы, старого, 69-го года. Мне кажется, они должны его добавить. Потому что это, ну, легенда, реально. Можно ещё Камара старый, SS добавить. Тоже была бы неплохая тачка. Это было бы типа мустанга. Её вряд ли бы кто брал. Но чисто для автопарка сервера. Мне кажется, было бы прикольно. HPC заезжать. Почему HPC? Почему не Osatis Customs? Зачем это? Зачем это надо, вот это всё, а? А я деньги-то снял. Я приехал оттюнить, блин. А, у меня полтора миллиона. Тогда нормально. Знаешь что? Заходим сразу в двигатель и трансмиссию. Нужно нам ставить турбину. Потому что меня намахали на турбину. Вот стейдж 2, стейдж 1 сколько стоит, ебать. Кробка передач тоже овер дохера. Тормоза дохера стоят. Турбина. У меня турбина не установлена. Поэтому давайте поставим 327 тысяч. Это капец. Я мог движик купить, реально. Ладно. Ладно, турбину мы установили. Цвет. Кого я на сервере не видел, все говорили, бля, импала какая офигенная тачка. Типа, в каком офигенном цвете. И многие мне кто говорили, что этот цвет офигенный, его не меняй. Ну, не знаю. Не, он лично. Мне он не нравится. Кузовной винил. Нет, слава богу. Окей. Материалы покраски. Матовый. Эксклюзив хром. Не, ну это мне кажется, хром на хроме это уже капец. Мат нет. Классическое. Все, погнали. Основной цвет кузова. Давайте сделаем. Ну, я знаю, делали ее такой вот голубой. Не вот такой вот. А вот. Вот типа вот такой. Вот такой. Типа что-то такого. Еще полоски делали. Хотя можно вот такой темно-синий. Но темно-синий не то. Знаю, зеленый делали цвет еще. Вот такой вот. Где-то вот такой вот темно-зеленый. Ну, тоже прикольно смотрится. Белый. Ну, белый не то. Делали какой? Ну, красный Impala. Кстати, не видел ни разу красный Impala. Но смотрится тоже такая достаточно неплохая тачка. Если мы загуглим просто. Шевроле Impala 1967 года. Почти в 100% вероятности вы увидите эту тачку в черном цвете. Не знаю почему, но черный цвет больше всего ей идет. Поэтому вместе с вами мы поставим именно черный цвет на эту тачку. И можно, кстати, побаловаться немножечко перламутра в краску. Вот типа вот такой вот серый. Чтобы она переливалась. Не чисто черная была. Тоже, кажется, было бы прикольно. Metallic Black сейчас стоит. Можно вот такой вот сделать. Ну, типа синим, чтобы отдавало. Ну, нет. Синим это слишком. Но зеленым тоже прикольно выглядит достаточно. Короче, нет. Не буду я ставить перламутр. Без него как-то обойдемся. Цвет материала интерьера. Можно сделать черное на черном. Такая прям аферская Impala. Но белый салончик тоже прикольно смотрится. Короче, будет белый салон у нас. 90 тысяч ушло. И все-таки я рискну. Два сифа пробую реально. Посмотрим, как выглядит Impala на тонировочке. 115 тысяч. Не, ну это охуенно. Я не знаю, почему все говорят. Ты же ее не будешь тонировать такой. Ну, вообще-то я хотел ее затонировать. Ну, тонировки вообще бандитская Impala. Ты же угонишь. А 35, 5, 15 вообще разницы нет, да? Я вижу. Ну, типа вот так, да. Прикольно, не тонированные все дела. Но тонированные же по пизже смотрятся. Прям реально охуенно и становится. Ладно. Это же все-таки Impala. Классика. Тем более красивые парни не тонируются. Хотя бы одна тачка у меня будет в автопарке не затонирована. И давайте посмотрим, что по дискам. Вряд ли мы какие-то диски подберем. Посмотрим хотя бы, как это будет смотреться. А может, реально что-то найдем. Вот я каким-то раком забагал только что. Но смотрится вроде охуенно, не знаю. Мне нравится. Ну, стоковые они какие-то, да. Прикольные, но... Бля, я хочу. Если я хочу, значит, я хочу. Все. Не так много я дисков ставлю, поэтому... Может, попадается сюда бахнуть? Где они? Для Бэбаса тоже охуенно смотрится. Эквип. Добавит заказ-наряд. 156 тысяч у нас. И еще уходит на диски. Теперь у нас Impala просто пушка. Ну, просто как часто на этом сервере увидишь Impala, который вот так будет просто ездить по району? Мне кажется, вообще не часто. Если вы увидите Impala на этом сервере, то мне кажется, вы увидите меня с процентной вероятностью 80. Бакайна охеренная. Ну, погнали тогда на ИКХ поставим номер. Не хотел я, конечно, ставить, но погнали. Нужно будет немножечко поменять коллекцию, что я буду в конце этого года снимать. Просто от салона. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, переборы работают. Все работает. А, кстати, мы вчера ездили. Я заметил одну фигню. Смотрите просто на поворотнике вот на нижней. Это капец. А на боковые. Просто сделали на ошибки. Ну, задний, понятно, что это просто американец. Но спереди это капец. Ты посмотри, какая она низкая. Это капец. Иногда даже чиркаю задним бампером. Нет, не чиркаю. Но сейчас я точно могу подчиркать. Вот так. Вот просто искры идут. Так, можно мне вид дальше немножко сделать? Вот. Смотри. Ночью это аффекта смотрится. Посмотри, просто все ко мне подъезжают. Здорово. А, это не 18. Это виндитель, бля. Да. Нифига, что за тачка? О-о-о. Смотри. Смотри, сейчас еще охереет. И сейчас переставим быстро номер из моей уже существующей тачки. Скорее всего, переставим с волчка. На ощупь я иду чисто. Пятерка не может заехать, я понял. 800 тысяч на руках у меня есть. В принципе, достаточно. Еще у меня есть. У меня есть такие вот номера. В принципе, кто не видел мои автопарки и вообще первый меня видит на ютубе. Ссылочку я оставлю в описании, где я обозревал фул мой автопарк. Какие тачки у меня есть. Их историю. И в принципе, про каждую тачку есть видос на канале. Ну, если зайти посмотреть. Я не знал, какой номер повесить именно на импалу. Hellcat 008 я пока что оставлю. Возможно, куплю М8, либо Феррари новую. Семерочку, я думал, на 222, либо 221 поставят. А не хочу. А 05 я, скорее всего, поставлю на BMW какую-то. Ну, пятерку, конечно же. Вот, 0.02 я просто, кажется, оставлю на Гелике и на Урусе. 0.03 уедет, скорее всего, на М3. 0.06 я не знаю, если честно, что с ней еще будет. Вот, скорее всего, поставлю я 0.07. 99 именно на импалу, потому что на 104 почти не катаюсь. Во-первых. А во-вторых, что-то после фикса чипа у нее особо прям так аж хорошо управляется. Поэтому 500 тысяч улетело. И теперь у нас импала на офигенном номер. Опачка, остановочка, это ограбление. Это ограбление. На выход, сладок, человек. Ух ты, еб. Допрыгнулся, получается? Классный тачок, пацаны. Да я знаю. Спасибо. Реально, она просто собирает взгляды больше, чем какой-то Антлантик, Сиан и т.д. Ну что, пацаны, вот такая вот импала у нас офигенская получилась на таком красивом номере. Ваш номер еще не видели. Сейчас я ляжу, подождите. О, 0.07 АА99. Конечно, было бы прикольно, если бы еще 77, либо 97. Но этот номер придется очень жестко попотеть, чтобы их выкупить. Но попотеем и, надеюсь, выкупим. И у нас будет коллекция полная. Вот так-то она выглядит просто охуенно. Не, ну реально, просто охуенно. Если бы еще вот этот значок можно было убрать, вот этот нафиг, смотри, с крыла, было бы прям офигенно. Ну и так тачка вообще неплохая. И потанцовка сзади чисто. А у меня на этом все, пацаны. Вот такая вот импала вышла. Пишите в комментарии, как вам она. Хотели ли вы себе такую тачку или нет. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые серии по GTA V. Также давайте, если этот ролик соберет 60 лайков, следующая серия выйдет через день. Все как всегда. Подписывайся на канал, делай с красной кнопкой серии. Наша цель 10 тысяч подписчиков в Новый Году. Нажимай обязательно на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым и никогда их не пропускать. Ну с тобой был Левн. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok